приветствую вас друзья михаил из липецкой области прислал три образца масла подписал он это как shell 530 а3 b4 вот три баночки начнем сейчас я вам поясню так здесь небольшая записочка пояснительная так вот это масло shell 530 а3 b4 к сожалению не указал михаил конкретно какой двигатель 129 вас пробег общий пробег автомобиля 30000 в основном пробег по трассе значит первый образец это свежие из банки но не из той который находится в моторе проба с пробегом 1500 километров и третий образец это проба с пробегом 3000 километров плюс добавление 250 миллилитров эстеров давайте так вот ячейка чистая создаю на всякий случай не знаю какой конкретно это шило я создаю новый образец давайте посмотрим михаил упаковал в такие баночки для капель я сразу здесь не мог понять как вот белый особенно копыт или нет есть и отверстие так все нормально закладываю образец так еще раз это не та канистра конкретная которая находится в моторе и давайте вот прибор получает спектрограмму видео получилось очень длинная я максимально его насколько возможно ускорял значит вот что у нас получилось это тяжелые для тяжелой техники строительных грузовиков масла колтекс дела шел римула ультра верхние это вообще совпадение с какой-то морской тематикой то есть обычно это тяжелая техника которая потребляет много топлива работает тяжелых условиях и обычно у них очень высокая щелочное так давайте назову его как записки шел 530 а3 b4 так сохраняем так вот здесь щелочное видно уже по лимиту 7 значит будет в районе получается 14 что очень подозрительно для тридцатки да так и есть 14 3 щелочное для тридцатки крайне высокая непонятно не похоже это на шел 530 честно говоря так такие же показатели были у люкса 540 так и сохраняем это было спектрограмма давайте сохраняю чистая ячейка выбирают данный образец и проверим сейчас второй образец с пробегом полторы тысячи километров пробег в основном по трассе поэтому я думаю что моточасы где-то в районе на 30 минимальный пробег на масле и деградация масла должна быть соответственно такая же минимальная так давайте посмотрим так готов результат и что мы видим по присадкам это девяносто восемь процентов по присадкам наверно подходит походим похоже а вот щелочной 9 8 крайне крайне низкая для такого пробега на четыре с половиной единицы упала не похоже что это одинаковые масла то которое находится в двигателе это которое в первом образце и другой канистры слишком высокая разница для такого пробега так эти данные сохраняю на всякий случай я перепроверил второй раз чтобы минимизировать вероятность ошибки какой-то опять этот образец я закладываю и сейчас его проверим второй раз также сравнивая с первым так сказать эталонным так вот что у нас получилось да по присадкам плюс три процента но это пределах погрешности щелочной 9 7 тоже похоже 9 7 9 8 принципе одинаково нет скорее всего ну девяносто пять процентов это не то масло которое находится в моторе и то что взятое из канистры как свежие очень высокая разница для таких пробегов так хорошо давайте посмотрим третий образец и стерами по эстером и прибору были вопросы и сейчас посмотрим какие результаты покажет масло с добавлением эстеров ну да что и следовало ожидать все провал традиционный вот эта картина характеризует то что в масле есть эстеры низкое щелочное или ноль или вот в районе четырех если высокий очень начальный уровень сульфация в районе тридцатки окисление тоже где-то ближе к 30 такая картина по присадкам здесь похоже на три тысячи восемь и шесть процентов но все остальное прилично завалено да да прибор спотыкается конкретно спотыкается на эстерах он он определяет щелочное но она в какой-то другой границе находится к сожалению вот такой и сюда же в общую тему включил прислал мне два образца эмиль из москвы два образца отличного масла равену диджи 530 вот такая картиночка прикрепил вам это свежие значит утверждается что это масло пау и вот отработочка даже пробег отработки в принципе не говорю потому что как выяснилось равенол у нас с эстерами давайте я вам сейчас продемонстрирую наглядно это так прибор заканчивает диагностики свои закладываю образец свежего масла отличное масло у него показатели отличные по другим анализам спектрограмма полученные вот что мы имеем относит он этот образец по спектрограмме к индустриальным тотал флуид от с 42 шелтелус доллары какой-то гир ойл телус 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 мобил 600 суперцилиндр понятно не распознает он это масло как моторная но это не ошибка и не подделка это это действие эстеров со временем я думаю можно даже определять как именно эстеры вот я щас принял это как верная индустриальная вот у нас кислотные с эстерами масла он определяет по кислотным окисление кислотное и вода кислотные 18 вот такая спектрограмма в сравнении с индустриальными но это конечно никуда не годится так я вычитал что какой-то более-менее близкие из того что есть базе это 1 0 выбрал там масло супер стар просто для сравнения чтобы показать вам эту картину и этот же образец свежего сравню с 1 0 супер стар не знаю честно говоря не ковырял и дальше что такое супер стар это но вот мы видим картину здесь понятно здесь tb 06 сульфация также в районе тридцатки окисление правда здесь 13 5 и по присадкам 23 процента но вот вот эти сульфации tb на этот показатель как мне кажется уже по опыту эстеров да и следующим этапом я что сделал я взял образец лукойл люкс у него намеренно там какое-то очень высокое щелочное и сравню с лукойл люксом определить он что-то или нет относительно такого высокого пика так и вот относительно пика да он получилось щелочная 3 0 сульфация 33 присадок даже относительно люкса получилось 45 процентов окисление 13 4 но видимо какие-то немножко разные стеры может быть длина там там написано через а 4 до 22 молекул бывает цепочки эстеров да к сожалению и миллионе не смогу помочь данном случае вопросом этим я задача все написал в представительство по поводу обновления базы и решение этой проблемы в базе данных есть масла с эстерами но это гидравлическая жидкость для авиации для боингов airbus of вот тоже она определяется по кислотному числу по окислению и по воде ну и давайте на всякий случай отработку тоже я сравнил с люксом с его высоким щелочным посмотрим что получится да немножко изменились параметры вот щелочное упала на 17 сульфация чуть-чуть выросла на единицу немножко присадки просили добавился гликоль тоже он как бы такой как один из показателей окисления чуть выросла но к сожалению вот так вот такая картина неприятная но с эстерами ничего и поделать не могу к сожалению так благодарю всех за просмотр надеюсь было интересно подписывайтесь комментируйте всем удачи увидимся в следующих роликах пока